по 2 часа на первой встрече я даю контент и вас практически не слушают вы слушаете меня но вы конечно уточняющий вопрос задавайте а на второй встрече вы уже прямо бомбите меня своими сложными ситуациями которые просто кошмар и ужас или вы их подслушали возможно у коллег и они вообще не важны но вы когда слушали вы понимали что волосы на голове шевелятся я с 2007 года начал работать с детьми в возрасте 4-6 лет это такое состояние когда ты просыпаешься утром и ты понимаешь для чего ты живешь и та деятельность которой ты занимаешься она действительно твоя как это выглядит вы говорите, вот группа сидит вы говорите хеллоу человек побежал из класса все остальные говорят хеллоу и ротики открыли давайте положить туда знание мы готовы мы ее рады видеть у нас все прекрасно что делать? вы начинаете бежать туда возвращаете ребенка эти детки говорят ну ладно как шо тут у нас вообще? и начинают это все изучать и хорошо если там активного пальчика нет он полез у тебя колонки снять чтобы было лучше слышно и убал а вы побежали вы ребенка вернули и думаете ну что я мать родная что ли? я так точно не мать и вот тоже не мать если мы прицельно будем понимать про вот это то у нас с вами пойдет налаживание отношений и выглядеть это может до урока и после где-то примерно мы тоже с вами те самые умные пастухи которые тоже могут в принципе на уроке позволит детям многое но суть от этого не потеряется хотя может быть такое что очень сложная ситуация и вот дальше когда я про техники пойду там ну есть такие моменты которые я лично в своей практике делаю ну позволяю себе делать когда речь идет о каком-то ну сложном моменте они улыбаются при этом они понимают это наша с ними фишка это не значит дядька сейчас треснет по башке а он же может он же больше нас по размеру ну все кто больше нас могут нам по идее заехать ну так и ребенок нет это именно фишка поэтому такие вещи можно просто как традиция вы их вот так делаете и понимаете что детей сейчас можно реально собрать дело в том что бывает такая ситуация может вы тоже сталкивались когда вы понимаете что задания в вашем уроке устроены таким образом что сейчас эти дети это делать не будут было такое конечно но у нас есть конспект и сразу на Юлию Федоровну я посмотрела она же как бы дала конспект и типа как вот же ну дали же ну надо же ну по идее я же тут реализовывать сейчас как бы должен ну по идее а оно ничего не работает здесь хотелось бы поговорить отдельно про этот анализ урока вот я в результате всего что делаю я выделил такие пункты которые ну на которых я строю анализ урока что я говорю родителям когда я вот заканчиваю урок я это сделал понимая что если мы сделаем эксперимент поставим такой тут стул приведем ребенка и поставим 20 разных мам в ряд и все это будут маму которые будут ребенок такого же урока и скажем ребенку пожалуйста Машенька перелезь через вот этот стулчик а стулчик будет маленький ну такой вот эти все 20 мам расскажут свою историю про то что они видят одна мама скажет а вы с ума не сошли? ребенку маленькому сейчас же грохнется вторая мама скажет слушайте ну вообще-то ее не Машенька зовут можно было заполнить если вы с детьми работаете сказали же Катя потом следующая мама скажет подождите но этот стул просто с острым углом сейчас будет травма следующее и вы услышите 20 историй вы обалдеете от того что вот это действие простите ни о чем привело к 20 разным точкам зрения поэтому данная ли с урока нужно делать так чтобы случается такое что что-то происходит действительно приятное и не прячьте пожалуйста это от родителей и выходите со столами я вас поздравляю у нас сегодня прорыв у нас сегодня прорыв не зажимайте а не случаются эти прорывы просто не зажимайте отдавайте их отдавайте их пусть они радуются пусть они уходят с этим прорывом и понимают что да теперь у тебя у тебя на это уносит преподаватели крички не зажимайся не зажимайся не зажимайся а не зажимайся я не зажимайся